Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Растеневодство со знаком минус. Дагестанец выращивал коноплю в очень оригинальном месте. Кто будет проверять, носят ли дагестанцы средства защиты? Об этом сегодня в выпуске. Продукты на выбор. Площадь центральная и рыночная в одном лице. В Дагестане стартуют ярмарки выходного дня. В рио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Он выразил именитому бойцу соболезнования в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова и поздравил мастера единоборств с недавней победой. Меня вот в этом поединке, если честно, больше всего тронули завершающую минуту репортажа, когда Хабиб говорил, кому он посвятил победу и как дороги были ему слова мамы. Поэтому я хотел бы начать с того, что еще раз мы все выражаем самолезным по поводу отца. Второе, я действительно хотел бы сказать о том, что такая национальная победа для Дагестана. Вы были там, а здесь, в Махачкале, я не хочу сказать, что ночь превратилась в день, но то, что эта ночь была такой, как во многих других городах Новый год отмечают. Чемпион поблагодарил Меликова за теплые слова в свой адрес и признался, что решение прекратить карьеру в UFC и оставить бои без правил было нелегким, но рано или поздно это нужно было сделать. Все было по-другому. Без отца, сразу после того, что случилось, не предложили бой принимать, не принимать, и нужно было принять какое-то решение. Или надо было оставить, но об этом никто не знал. Или надо было подраться, глянуться и после этого оставить. И сейчас тоже, я говорю, близким, да, так скажем, некоторые, которые недовольны, что я оставил, им говорю, ну, если даже я поделюсь еще 10 раз, то тоже придет время, когда надо было оставить. И это решение по-любому придет в 32 года, или в 34, или в 35. Так что такое, это очень тяжелое решение для меня. Также на встрече обсудили строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Тсильди Цумадинского района. Прием глава Дагестана пообещал дать личное поручение по этому вопросу и проследить за его исполнением. Житель Дагестана выращивал коноплю в своем шкафу. В доме у 46-летнего жителя села Чапаева от Навалакского района обнаружили 60 кустов культивированной конопли, посаженные в пластиковые бутылки, которые хранились в специально оборудованном шкафу. Ранее у полицейских была информация, что мужчина занимается сбытом марихуаны, в итоге его поймали с поличным. Подозреваемого доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. В Кизл-Юрте осужденные колонии поселения номер 9 занялись уборкой города. Трудоустройство осужденных на оплачиваемых работах является одной из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы. Исправительное учреждение приняло участие в электронных аукционах, объявленных администрацией города, на выполнение работ по обрезке и вырубке аварийно-опасных деревьев и оказании услуг по покосу, сбору и вывозу травы. По итогам аукционов между колонией и администрацией города были заключены контракты. На выполнение работ привлечено двое осужденных. Первый заместитель муфти Республики Абдулла Аджималаев встретился с призывниками в сборном пункте Махачкале. Богослов поприветствовал призывников от имени муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди, а также пожелал им достойно представить нашу республику за ее пределами. Ребята услышали напутственные слова от министра по национальной политике Энрика Мусримова, министра по делам молодежи Камила Саидова и других представителей власти. Этот осенний призыв проходит в особом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Новобранцам по прибытии замеряли температуру, спрашивали о возможных контактах с зараженными и проводили экспресс-тестирование на антитела COVID-19. В Дагестане начал работать общественный патруль по соблюдению масочного режима. Проверка началась уже в 60 муниципалитетах республики. Координатором его деятельности в регионе является Министерство по делам молодежи. Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов дал поручение о задействовании в работе общественного патруля. Центральная площадь Махачкалы станет местом проведения временных сельскохозяйственных ягод. В администрации города уже издали соответствующее постановление об организации разовых ярмарок выходного дня. Первая ярмарка проводится уже сегодня. Продлятся они до января следующего года. На рынке для горожан будут продавать овощи, фрукты, мед, мясомолочные и рыбные изделия. Цель – расширение рынка сбыта местных товаропроизводителей. Мэр Махачкалы Салман Дадаев поручил организовать все необходимые условия для участников ярмарки. Помимо прилавков будут установлены пункты быстрого питания и контейнеры для мусора. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова